здравствуйте кто есть давайте подождем еще пару минут может кто-то нам еще присоединиться не будем а Хорошо, давайте начинать. Все-таки время уже есть, наше время. Здесь включена запись. То есть в любом случае запись этого вебинара, как назвать еще по-другому, я размещу в YouTube, скину вам ссылку, и вы сможете в любой момент ее посмотреть. То есть все у вас есть. Здравствуйте. Еще раз, да. У вас уже, наверное, вечер, да, у меня день, поэтому буду кратко постараться быстро, потому что я понимаю, что вы уже, наверное, целый день тоже устали. Меня зовут Татьяна Бабич, я преподаватель английского языка. Я из города Одесса, Украина, мне 35 лет. Работаю преподавателем уже 17 лет, ну вот так вот довелось. Раньше я работала на курсах английского языка, 10 лет примерно, да. Потом я ушла в репетиторство. Ну и как, наверное, и вы, то есть мне считалось, что офлайн это все хорошо, и ничего не предвещало беды, но тут случился коронавирус. И хочу, не хочу, но я перешла в онлайн. Настолько меня это все поразило, вдохновило, что, наверное, я в онлайн и останусь. Ну, а там посмотрим. Сегодня я хочу вам рассказать о 10 способах, инструментах, которые вам помогут в онлайн обучении, образовании ваших студентов. Я не говорю вам, что вот именно только этими способами пользуйтесь и все. На самом деле способов очень много, очень много инструментов, которые вы можете использовать. Но это те, которые пользуюсь я. То есть если вы хотя бы используете 1-2 из этих инструментов, хорошо. То есть не обязательно пользуются сразу всеми. Я на занятии тоже не всем сразу пользуюсь. Но хочу вам поделиться то, что делаю я, и возможно оно вам тоже будет полезно. Так, сейчас, секунду. Прежде чем... Так, вот оно, все. Вы, наверное, тоже видите. Видно? Да? Что-то скажите? Да, да, нет? Хорошо. Смотрите. Значит, по поводу вот этих 10 инструментов для преподавателя онлайн. Сначала я, конечно же, хочу обратить внимание на Zoom, потому что в прошлый раз было много вопросов, о как включать демонстрацию. Кто-то знает, кто-то не знает, сейчас вам расскажу. Вот, смотрите, вот это вот окошко Zoom, если к вам кто-то присоединился. То есть здесь это я же, да, это я с компьютера, я с телефона. И у вас есть замечательная кнопочка демонстрации экрана. Чем лучше Zoom, чем Viber? Кто-то привык к Viber, к Skype, да, кто-то Zoom. Я... мне раньше Zoom не нравился, но потом я поняла всю эту прелесть. Дело в том, что когда вы демонстрируете экран свой в Zoom, то ваш студент видит только то, что вы хотите ему показать. Вот, а именно, то есть нажали на эту кнопочку, и у вас есть выбор. Либо это будет доска сообщения, как обычная доска, ну, не рукой вы пишете, понятно, а мышкой. Либо то окно, которое вы хотите сказать. Здесь у меня и PowerPoint, Google открытый, здесь загрузки, здесь... То есть вы сами выбираете. И когда вы выбрали только PowerPoint, значит, ваш студент будет видеть PowerPoint. А вы тем временем, когда он что-то делает, вы можете себе открыть там Google документ, учебник любой. Вот это очень удобно. В Viber такого нет. То есть в Viber, если вы показываете демонстрацию экрана, то ваш студент видит абсолютно все, куда вы перемещаетесь. То есть это плохо, да, вам надо, чтобы он был сконцентрированным, поэтому лучше использовать Zoom. Конечно, есть ограничения, что 45 минут вы общаетесь с Zoom бесплатно, потом вы должны либо заплатить, либо еще раз переключиться и опять же прийти в эту конференцию. Татьяна, добрый день, извиняюсь, хотела бы предупредить. Пожалуйста, сделайте запись. Да, уже запись есть, делается. Что, запись, спасибо. Я помню. Спасибо. Запись будет в YouTube потом. Я скину, обязательно скину ссылку. Хорошо. Я думаю, что параллельно, что ли, зашли в две конференции. Я только пришла. Видите, как. А у вас только закончилось, наверное, да? Да, да, да. И вот оттуда. Потом у вас будет запись, и вы, если что, посмотрите. Хорошо. Если что, в любом случае, вы ее посмотрите и зайдете. Ничего страшного нет. Хорошо. То есть, если вы включили демонстрацию экрана в Zoom, вы выбираете себе, что конкретно вы хотите показать своим студентам. Остальное они ничего ваше видеть не будут. То есть, если вы в PowerPoint, открыли вы какой-то учебник, открыли что-то, что-то вы хотите посмотреть, он видит только то, что вам надо. Вот, допустим, да, что еще есть в этих кнопочках. Когда вы включили демонстрацию экрана, у вас вот такая вот табличка есть. Вы хотите передать управление мышки своему студенту. Нажимаете вот «Дистанционное управление», и тут будет у вас список всех студентов. Ну, здесь одна «Я», потому что я общалась со своим телефоном, я с компьютером общалась со своим телефоном. Когда у вас много, у вас целый выпадающий список, и вы выбираете, кому вы передаете мышку. При этом вы сами тоже можете этой мышкой щелкать, как хотите. Ну, и тот человек, которому вы передали. Что интересно, вот эту вот табличку видите только вы, ваш студент это не видит. То есть, для него вот все происходит незаметно. То есть, как, в принципе, как в прошлый раз в понедельник, да, мы общались, или во вторник мы общались. То есть, я переключала, а потом мне сказали, да, Таня, а как ты переключала? То есть, я-то для себя вижу, что я переключаю, а вы себя не видите. Что еще есть очень хороший инструмент, если вы в Zoom, нажимаете на комментарии, вот эта кнопочка, комментарии. То у вас здесь выпадает вот такой вот хороший список. То есть, здесь вы можете что-то выделить, что-то стереть. Если вдруг какой-то ваш студент написал что-то не очень то, что вам надо, вы можете назвать, очистить, и у вас все благополучненько очистится. Все будет хорошо. Но в Zoom ничего не сохраняется, если вы, конечно, не сделаете запись. Чтобы все сохранилось, либо вы используете PowerPoint, либо Google документы. То есть, в принципе, я вот этим не пользуюсь, мне это не надо. Я пользуюсь PowerPoint и Google документы. Но знаю, что многие преподаватели вполне успешно используют эту всю линейку. Им очень это нравится, особенно с малышами. С малышами там замечательно, чудесно. Следующий сайт. Смотрите. Если вдруг вы хотите, увидели, что у вас кто-то включил чайник или еще что-то, да, и вам звук мешает, вы можете зайти. Вот есть вкладка. Сейчас, сейчас, вот она. Участники. Вот, участники. И перед вами открывается вот такая вот табличка, где есть весь список участников. Вы можете включить звук, выключить звук, разрешать что-то комментировать, не разрешать что-то комментировать. То есть, вся власть у вас. Вы молодец. То есть, в принципе, это вот основное все по Zoom. Для меня я использую, в принципе, только демонстрацию и звук, потому что Zoom дает хороший звук. В Viber звук тоже есть. В Skype звук. Вы не можете транслировать свой звук. Но, вот я, я пользовалась и тем, и тем, пока вот я нашла себе какой-то вот мой мессенджер, который мне понравился, все-таки Zoom лучше. Потому что Viber и Skype иногда бывают ужасные связи, и, ну вот, что бы вы ни делали, Zoom в этом понимании немножко лучше. Хорошо. Теперь, где сами документы эти делать? Да, я использую PowerPoint, либо Google документы. PowerPoint, вот это то, что вы видите, очень похож на наш обычный Word-овский документ. То есть, если вы, в принципе, разбираетесь в Word, то вы все можете легко сделать. То есть, если вы хотите вот там что-то с анимацией там сделать, есть там какие-то, чтобы оно выпадало, то есть это тоже можно сделать. Есть множество уроков в YouTube, как это все красиво сделать. Но если вам чисто из практической цели, чтобы не листать этот учебник, да, а просто проще по слайдам вот так вот бегать, то лучше, лучше PowerPoint или Google документы ничего нет. Да, вот можно сделать из такой картинки, я вам показывала в прошлый раз, но еще раз. Вот у моей ученицы вот эта вот картинка замечательная, то есть мы с ней обсуждаем, а что это такое, what's this, what else can you tell me about it, да, ну и в конце, what is the weather like today? Она называет, если знает, не знает, читает. Да, тут что-то сместилось. То есть всегда можно открыть, показывать свою страницу, да, но какую-то часть. Для этого нажимаете вот эту кнопочку слайд-шоу. Либо сверху, но сверху, если вы нажмете сверху, вот, то у вас получится с самого начала. То есть все будет красиво, прекрасно, но с самого начала. Если конкретный отдельный сайт, то вот правый нижний угол. Как я говорила, то есть здесь вы можете, если вы не хотите вот постоянно щелкать PowerPoint, вот этот слайд-шоу, я беру просто-напросто, беру и закрываю. Да, то, что мне не надо, чтобы он увидел, беру и закрываю. Есть звук. Ой, звук — это отдельная тема. Для меня всегда было вопросом, как же ставить звук, потому что в Google документе оно не ставится, в Viber неудобно переключать. Здесь это удобно. Как это делать? Нажимаем на, то есть это не главное, вставка. Сверху вот здесь есть звук. И аудиофайлы на компьютере. И у вас будет выбор на компьютере, что вы хотите там себе выбрать, да, ваш какой-то звук. Он у меня открылся, видите, вы не видите. То есть выбираете и здесь вставляете. Можно сделать так, что звук будет включаться там при… Вот вы включили страницу, раз он сразу включается, да, либо через какое-то время. Также здесь можно включить видео сюда, добавить видео из YouTube, прямо ссылку скинуть, либо видео ваше, видео добавить. Но будьте готовы, что видео в PowerPoint, оно, конечно, искажается, оно плохая связь. Лучше видео включить отдельно, сделать демонстрацию, включите видео отдельно, тогда оно будет, ну, намного лучше. Хорошо. Что у нас дальше есть? Когда вы передаете мышку своим студентам, вот как у меня здесь были, ну, все-таки учитель английского, да, неправильные глаголы, ваш студент вот здесь может сам написать, если я передам мышку, там кто-то напишет come, come came, да, глагол неправильный, come came. Можно сделать вот такие поля, где они делаются, главное, и вот здесь, сейчас я уберу немножко сюда, главное, и вот здесь вы выбираете. Я выбрала себе вот такой прямоугольник, можно сделать вот это сделать, выбрать, тут сразу надпись у вас будет, сейчас, секунду, вот она вот так, на белом фоне. И пишется came. Здесь же, как в обычном вордовском документе, вы можете поставить шрифт, который вас интересует. Так, надо только выделить, я не выделила. Поставили шрифт, да, размер, который хотите. То есть все то же самое, если вы работали в вордовском документе, ну, в принципе, я уверена, что все в вордовском работали, да, то все это делается легко. Аналог PowerPoint, да, я люблю PowerPoint, но я также неравнодушна к Google документам, это Google документы. Что с них сделать? В принципе, все то же самое есть в Google презентации, есть в Google документы, но все-таки различия есть. Сейчас я вас переключу, секунду. Вот, Google документы. Смотрите, заходите на Google диск, да, кто пользовался, для кого, скажем так, вот Google документы, это для тех, кого, ну, вот, действительно, PowerPoint, ну, не дается, тяжело, есть Google документы. Google документы, они проще, они привычные, они еще больше, лучше на ворд, как запущены. Можете пользоваться Google документами, тем более, что Google документы вы можете делить ссылку. Как вы делаете? Нажимаете кнопочку «Создать», и у вас здесь выбирается Google документы, Google таблицы, выбираем Google презентации. И здесь, вот, вам не открывается, вы можете выбрать, какую презентацию вы хотите. Здесь же у вас откроется, у меня долго открывается, вот, тема открывается, какие вы хотите темы. То есть все то же самое, что в PowerPoint, все такое же самое, но, как бы, более упрощенный вид. Что здесь хорошо и что плохо? Звук вы показывать здесь не можете, никак не делать, но у вас здесь есть кнопка «Настройка доступа». То есть, когда вы нажимаете «Настройку доступа», вы можете здесь указать, ну, там, как она называется, да, допустим, сохранить, как она у меня сейчас сохраняется, и предоставить доступ своим студентам. То есть ваши студенты вместе, одновременно вместе с вами, открывают эту ссылку, там, вы что-то пишете, и они пишут задание. Здесь вы открываете, там, где нас, разрешить доступ всем, у кого есть ссылка, копировать ссылку, то здесь надо поиграться. Ай, назад. То есть копируете эту ссылку и отправляете эту ссылку вашим студентам. То есть они здесь могут редактировать, можете вы им дать без редактирования, чтобы они просто смотрели. Что здесь еще хорошее для Google документов? Мне нравится то, что вы можете в PowerPoint, вам надо обязательно сначала скопировать эту картинку, потом вы ее вставляете. Здесь проще. Вот, допустим, вы захотели картинку какую-то, вставить изображение. Ну, надо ее долго искать. Сразу же найти в интернете. Ну, и, допустим, нам надо кто? Собачка, да? Дом. И перед вами вот любая собачка, вот прекрасная собачка. Выбрали. Все, вставили. Ну, и дальше вы с этим играетесь. Больше, меньше. Хотите, убираетесь. То есть все то же самое, что PowerPoint, но немножко отличается. Кому удобнее? Кто-то кому-то чисто удобнее с презентациями. Кому-то действительно только удобно с PowerPoint. Что хорошо есть еще в Google документах? Вы можете создать как... Сейчас, кнопочка. Еще Google формы. Google формы позволяют вам провести тест любой для ваших студентов. То есть здесь вы пишете тест. Здесь обязательно первый вопрос у вас будет. Имя. На английском. Имя студента. Да? И выбираете один из вариантов. То есть вам не должен вариант. Вам нужна строка. Текст строка. И он пишет вам свой ответ. Далее вы создаете еще новые, новые, новые. И отправляете своему студенту ссылку. Что здесь хорошо, лучше всего, что все ответы ваших студентов приходят вам в одну табличку. Вы смотрите, и у вас полностью все есть. Если у вас еще есть ответы заранее, вы раз-раз-раз подготовили, проверили. То есть это, ну, идеальный способ, да, для проведения, там, какой-то контрольной работы. Здесь же вы можете поставить, до какого числа надо сделать, до какого-то времени. Я не увидел, есть там красное, да, там будет, ой, я уже проштрафился. То есть смотрите, тут надо поиграться, да, вот сами откройтесь сначала, прежде чем давайте посмотрите, как оно будет, поиграйтесь, и, в принципе, вам должно быть все понятно. Далее, пошли, так, хочу вас задерживать, поэтому и быстро стараюсь говорить, потому что понимаю, что вы уже немножко устали. Хорошо. Нет, очень интересно, очень прям, мы залипли. Следующий сайт, который мне нравится, вот эти два сайта, которые играют, да, взрослые-то студенты, они что же дети, им тоже хочется поиграть. У меня взрослые, которые ко мне приходят на частные уроки, они говорят, ой, ура, игра, давайте поиграем. Вот именно вот эти два сайта, один сайт WorldWall и еще один покажу. Давайте я подробнее на них остановлюсь, потому что в прошлый раз я так быстренько прошлась, но давайте в этот раз поподробнее. Вот этот сайт прекрасный, WorldWall. Что вы можете сделать? Здесь множество игр. Если вы хотите бесплатно, то бесплатно у вас будет всего пять игр. Все остальное платно. Но там не столько стоит по украинским деньгам, деньгам, да, это 60 гривен, то есть это действительно очень, почти бесплатно. То есть, наверное, на российский рубль это то же самое там. Составляйте любые учебные задания, которые вы хотите. То есть, да, вот мои учебные задания. Вон у меня все, что хотите, вон тут есть интересные. Ну, допустим, вот это вот колесо, которое всем так нравится. Это, я не знаю, это у нас хит сезона. Но, будьте готовы, видите, оно у меня долго загружается. Вот эти игры, они, конечно, долго загружаются. Да? Раз, два. Там вопрос, да? Has your mother got a card? Ваш студент отвечает. У вас могут быть это любые вопросы, любому предмету, все, что вы хотите. Чтобы не повторялось, вы нажимаете кнопочку «Убить», и все, зажимается, у вас следующий вопрос. Как это колесо создать? Вот здесь, справа в верхний угол, есть «Создать учебное задание». Ну, допустим, мы хотим колесо создать, да? Случайное колесо. Сейчас оно у меня загрузится. Бывает. Так, случайное колесо. Называйте там, как хотите, у меня безымянный. И вот вводите, да? Как тебя зовут? Надо там минимум три вопроса. Ну, я уже так пишу, что угодно. Сколько тебе лет, сколько лет. Ну, вот, что-то там еще. Так, чтобы побыстрее. Выполнено. Нажали «Выполнено». И перед вами ваше прекрасное колесо. Оно у меня три вопроса, соответственно, у меня три. Здесь вы можете как поделиться, чтобы все видели, все учителя, все студенты видели ваше здание. А можете закрыть? Вот у меня оно сейчас закрыто. Ну, зачем позориться сейчас перед учителями и студентами? То есть у меня закрыто. Очень часто я даю на учебное задание, даю в качестве домашнего задания своему ученика. То есть вот, допустим, такое, как… Сейчас глаголы найду. А студенты тоже, да, по ссылке заходят? Да, если вы предоставляете вот доступ, вот он у меня открытый, видите, открытый доступ. То же самое это я делаю, то есть, ну, это вот вторая часть этих неправильных глаголов. Ты знаешь, что там их много. То есть сначала мы проработали, вот я дала доступ поделиться, оно у меня открыто для всех. То есть и вы можете зайти посмотреть сюда, не обязательно только мои студенты. И мой студент отдельно там прорабатывает, да, как у него погружать, тонуть, ага, он вспоминает, что это себе пишет. Это у него в качестве домашнего задания. Ну, до этого момента мы еще с ним эти все же глаголы мы взяли в английском языке, проработали, и потом только вот русский вариант. То есть, Игорь, ну, видите, у меня почему-то мне больше нравятся карточки, колесо, вот, можно выбрать любой ответ. Ну, что в этом сайте, да, вот, как бы вроде все хорошо. До тех пор, пока вы не открыли вот этот сайт, сейчас я вам скажу, вот этот сайт. Почему? Они, как вам сказать, они дополняют друг друга, потому что вот здесь вы создаете, но вы не знаете, как оно будет выглядеть. То есть нет примера. Чем хорош этот сайт, что вы вот решили создать новое упражнение, вот, я хочу создать новое упражнение, да, есть картинки, но я не понимаю, что же они означают. Я нажимаю найти пару, и здесь есть предпросмотр того, что у вас есть, как бы, что оно, как оно должно, по идее, выглядеть. Вот в этом сайте это хорошо, вот это learninggaps.org, то есть вы у вас видите предпросмотр, и вы понимаете, что у вас в конце концов получится. На сайте WorldWall, ну, конечно, тут такого нет, то есть вы сами угадываете, ну, разнообразие, как бы, я переключаюсь из того, из того сайта, и сегодня у меня ученики играют вот с этим сайтом. По поводу этого сайта, давайте, мы немножко перепрыгнули, но все равно, вот мои упражнения. Я извиняюсь, Некен, а вот то, что вот тот же самый на WorldWall, как попасть вот сейчас, как мы можем? Да, смотрите, да, я вам приготовила все ссылки, у вас в этом документе есть, вот, который PowerPoint я отправлю, у вас там все эти ссылочки есть, там прямо так и написано, WorldWall.net, то есть вы найдете, не волнуйтесь. Надо, я вам даже скину отдельным документом еще просто эти ссылочки, то есть вы все найдете, у вас все будет. Не-не-не, сколько не эти сайты, а именно вот если к тебе попасть, посмотреть. Да, о, вот, как мне попасть. Вот бывают у нас проблемы, да, что мы как бы готовы, но не готовы, не хватает времени, и вам срочно что-то надо найти. Вот прям, вот есть очень хорошее сообщество, да, лупа, нажимайте на здесь, я этим пользуюсь, иногда грешу, потому что, ну, не хватает возможности. И вот мне, допустим, мне по-английскому, ну, давайте не по-английскому, давайте умножение, пусть у меня сын, умножение, умножение, там, у меня сын во втором классе, в третьем. И вот здесь у вас разнообразие все, что вы хотите, вы смотрите все, что хотите, по любому предмету, ну, это я первое, что мне пришло, потому что у меня сын учится в школе, да, поэтому это у меня так. Так, допустим, что у нас там есть? История. Вот так. То есть тоже что-то тут здесь есть, надо посмотреть, вон мореплаватель совершивший. То есть вы можете сами сначала пройтись, вот, видите, гадаясь, то есть можно на самом деле регулировать под себя, под свой предмет, то есть у меня английский, соответственно, у меня все английский. Вон есть стафановские движения, то есть тут все, что угодно, вон, руководители СССР еще есть, так что найдете здесь все. По, сейчас, вот этому Learning Apps, да, то же самое, вот здесь вы в поиске, вы набираете все, что вы хотите, либо вот все упражнения, и перед вами вот ставится то, что вы хотите, вы выбираете, да, здесь уже повзрослее есть психология, религия, все, что хотите. Как создать? Мои упражнения, вон, что я создала сегодня, то же самое, что я вам показывала, вот, вот эта карточка, там, где, помните, вот было, пример, вот это сегодня я создала, мне надо было сегодня с девочкой, помнят они вообще, как называются эти времена, либо не помнят. Вот у нас там, my mother, нет, это ошибка, мы смотрим, my mother has lived, present perfect, you're right, ну, допустим, I am 35, что это, глагол to be, и так дальше распределяется. То есть разнообразие упражнений можно, только включайте, да, здесь же у меня и кто хочет стать миллионером, я в прошлый раз показала, но давайте еще раз, да, выбираете себе, кто хочет стать миллионером и вперед, she speaks English very well, и так далее. В конце там у вас есть призыв будет, либо вы можете написать сами, там, молодец, там тебе 12 баллов, ну, украине 12 баллов, когда не знаю, то есть какой-то вы призыв можете сделать. Но всем этим действительно можно пользоваться, ну, оно только во благо, оно интереснее вам будет, ваш урок. Еще, какое приложение, мне нравятся, это карточки Quizlet. Здесь есть подписка, вы можете оформиться как, ну, бесплатно там чуть-чуть совсем, но вы можете бесплатно оформиться еще как учитель, либо как ученик. Как учитель, там еще есть дорогой тариф есть, где можете оформляться, то есть там картинки вставляют, все что угодно, но там, ну, что-то очень дорого на год, и сумма выставляется не за месяц, вот, допустим, World War, она выставляется вот этот вот, за месяц вы 60 греймпаст, и каждый месяц вас там снимают. Здесь этого сайта Quizlet, они просят сразу оплатить за год, и там что-то, ну, напугала меня эта сумма, что-то очень просто. Но потом я от одного учителя услышала, что можно оформиться как ученик, и будет все то же самое, ну, там, место, только, да, вот есть там, учителя есть такой, как, вот, знаете, соревновательный процесс между учениками, но, в принципе, это тоже можно обойтись, это все бесплатно. Как создавать? Пишем, создать кнопочку, и новый учебный модуль, да, вы там что-то выбираете, там, название, и здесь вы пишете термин какой-то, ну, что там у нас, на английском, на русском, допустим, back, да, здесь же выбираете язык, у меня английский, вот, оно сразу, вот, видите, у нас есть описание, что он означает, да, да, и если вы хотите картинку, то есть здесь вы можете сами писать описание, не обязательно, что здесь, кому-то нравится это, да, мы понимаем, что у меня есть маленькие студенты, они не будут это читать, для этого у нас есть изображение. Вводим back, и вот, пожалуйста, много картинок, что здесь это делать, я не знаю, ну, выбрали то, что вам надо. Далее, давайте сейчас еще что-то там, и потом, сейчас, давайте еще какое-то, потому что оно не пропустит, там должно быть что-то еще. Ладно, ага, загрузить собственного компьютера, сейчас, хотела побыстрее, но не получается, так, пусть будет that, нет, that, вот, that, есть, создать, нажимаем кнопочку создать, нет, надо 3, необходимо выбрать язык термина, ага, сейчас, английский. Так, что-то еще не так, ну, видите, я быстро создаю, не получается, смотри, да, ну, что будет, в конце концов, да, что оно у вас должно быть? Вот, ну, обязательно регистрируемся везде, вот у меня вот эти модули, все как хотите, вот выбирайте, причем у меня для моих учеников, вон у меня есть папка, там есть Олег, нет, вот оно еще, вот целых моих учеников, у меня дело 30 дней английского языка, еще что-то, то есть для каждого ученика у нас идет своя какая-то отдельная папка, свои отдельные слова. Кстати, можно вот этот вопрос, 30 дней английского языка, ну, было бы интересно для наших преподавателей узнать, что это за челлендж? Это было, да, это у меня было в Инстаграме, я решила вести 30 дней английского языка, но для себя же полезно тоже что-то новое узнать, каждый день было по 3 слова, и все это бросалось вот сюда, вот в эту группу, сейчас оно... А на любую тему, да? На любую тему, ну, вот каждый день было, вот, допустим, вот день 14, да, поп-ап, что это такое, возникать, и здесь же с этим словом у нас было предложение, да, Click here and the list of files will pop-up, нажмите сюда, и список файлов появится, то есть и вот таких у меня было вот 6 карточек разных. Что здесь хорошо, замечательно, да, в этом, что в конце концов вы можете, ваши студенты и заучивать могут термины, их же здесь писать, и в описании, когда они прошли все вот эти этапы, они берут тест. Тест и тест, они должны что-то перевести, либо объяснить у кого какой предмет, нажать потом кнопочку проверить ответы, и здесь у вас будет сколько процентов. Своим студентам я говорю, вот, как долго сделаете, отправьте мне, пожалуйста, 100% в результат, ну, и они делают у меня пока долго, да, смотря какая лексика, смотря что, они мне отправляют этот результат. То есть сфотографировали на телефоне и отправили, говорю, о, все, молодцы, вы можете, все, вы готовы. А как часто такую работу можно делать? Смотрите, это я даю как домашнее задание, то есть иногда это у меня бывает как warm-up, да, в начале урока у нас идет, то есть, я говорю, давайте повторим эти слова, давайте поиграемся, и как домашнее задание, то есть я подготовила слова, ну, чтобы они не зазубривали, все-таки интереснее, когда оно вот так идет. То есть, ну, вы можете вставлять их, да, на любом этапе, когда вам, в принципе, удобно. То есть для детей у меня картинки обычно для, сейчас какого-то ребенка найдем, для взрослых идет уже объяснение, ну, либо русский язык, если вдруг там, ну, вот совсем что-то сложное. Сейчас, кто у меня тут был, да, вот у меня девочка была, where is, что-то мы с ней игрались, там, where is your mother, да, заканчивается через 10 минут, ну, если что, зайдем, вот, да, девочки, ну, маму. Да, 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 сейчас перейдем. Where is your granny, там, where is your cat, where are you, вот, это же девочка, I'm at home, да, вот, вы можете их фотографии, where is Tanya, Tanya еще была, she is at home, too. Да, все, что угодно можно здесь использовать. Так, что дальше? Сейчас я вернусь к PowerPoint, потому что я уже не помню, что там было дальше. Это вот два основных сайта, вот два, даже три уже, да, вот, которыми я пользуюсь, Sportwall, Quizlet и LearnApps. В принципе, мы уже заканчиваем то, что я хотела, это секундомеры, да, иногда вот эти вот секундомеры нам нужны. Есть этот отдельный сайт, вот, как я говорила, видите, сверху у вас будут сайты где написаны, вот, оно здесь все есть, то есть вы все найдете, нет, я еще отдельным документом скажу. Сайт, который как секундомер, как вперед, да, либо отсчитываем время назад. Где он? Сейчас покажу. Секундочку, вот он сайт наш. То есть как Stopwatch, секундомер нажали вперед, либо как тут же мы убрали. То есть это вы используете, да, когда вот вам надо, ну, бывают студенты, говорят, нет, ладно, уже выключилось. Вы неправильно говорите, вы неправильно считали, да, я вам не верю, что вот я на мобильном счетам, он говорит, я вам не верю. Говорю, хорошо, открываем. Говорю, вот, смотри, нажали Stopwatch, ты закончил все. Вот твое время. То есть это как поиграться можно. Здесь как обратный отчет, да, там, допустим, где оно, вот. Ну и вперед, оно себе отсчитывает назад, да, время вашего урока. У меня есть такой замечательный мальчик, он, конечно, очень хороший, но у него как 15 минут остается, он, сколько осталось? Я говорю, вот, посмотри, включаю, я говорю, вот, видишь, 15 минут осталось? А, хорошо. То есть, ну, бывает и такое. Есть игры, да, для детей, которые, для детей, для взрослых, да, кто будет первым, там, да, или как. Включаете этот прекрасный кубик, тут, конечно, реклама вся некрасивая, и выбираете. То есть подключаете под любую игру, оно, оно действительно хорошо идет. Где я беру видео? Сейчас, благодаря нашему YouTube, можно видео брать, какие хотите, можно скачивать. Есть сайт SaveFromNet. Знаете, не знаете сайт? Ну, сейчас, Save. Сейчас я его наберу, на всякий случай. А, вот оно. Кончать с контакта. То есть здесь вы, по сути, можете любую ссылку в YouTube ввести. Давайте введем любую ссылку в YouTube. Кто-то знает, кто-то не знает, наверное, не хорошо там делать. Показывать, не скидывать. Сейчас оно откроется. Любое. То есть как скачивать с YouTube. Так, скучно, надо что-то хорошее. Ладно, вот кто-то, сын смотрел. Вот ссылку в любую, да, выделили ссылку. Копировать. На этом сайте вы ее сюда вставляете. Ну, у меня тормозит компьютер. Сейчас она у нас здесь появится. И вот нажимаете кнопочку скачать. И она скачивается у вас в компьютере. Но, вот этот, да, вот 20-28. Вам, допустим, не надо столько. Что вы делаете? Есть прекрасный сайт онлайн-видеокаттер. Вы здесь можете любое видео обрезать настолько, сколько вам надо. То есть вот сегодня я там до Instagram вам что-то там интервью какое-то обрезала. Нажимаете кнопочку выбирать. Где у меня? Ага, у меня же все, все я уже удалила. Так. Вот, идет интервью прекрасное. Перед вами вы, с вашего компьютера скачивается любое видео. И здесь, посмотрите, что здесь, вот мне нравится, да, что... Вы можете скачать, в принципе, обрезать и на обычном компьютере, на своем. Но здесь вот до миллисекунды, вот посмотрите, видите, оно вот совсем можно. То есть я хочу вот отсюда, да, допустим, до 2-40, ну, не знаю, 2-38 и 1. Вот, и только этот кусочек не обрежется. То есть сохранить, сохраняю, оно обрабатывается. И здесь нажимаете кнопочку скачать, потом вот на этом месте будет кнопка скачать. То есть очень удобно. Видео потом вы вставляете куда вам надо. Хотите в PowerPoint, хотите отдельно переключайте через Zoom. То есть, ну, пользуемся всем тем, что на самом деле у вас есть. Потому что все студенты любят, чтобы, да, чтобы это было интерактивное занятие, чтобы это что-то посмотреть, поиграть во что-то. Потому что если будет просто учебник, да, и читать лекцию, ну, они заснут. Дома сама обстановка к этому очень благоприятная. То есть вот эта кнопочка скачать. А здесь можно использовать, допустим, просто аудиотекст вставлять, или это другая программа? Я не знаю, вы знаете, я даже не пробовала аудиотекст, то есть я вам даже не могу сказать. Возможно, попробуйте. У меня все видео, аудио, вот если что, я сама начитываю, да. Поэтому не знаю, попробуйте, потом расскажете. Но, в принципе, вот все основное я сказала, сейчас успеем, 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 успеем. Не забывайте вот пользоваться всем тем, что у вас есть, да, ваш Инстаграм, Ютуб, Ватсап. Для того, чтобы вы были ближе к своим студентам, чтобы вы были современным преподавателем, они это любят, да, вот. А у меня тоже есть Инстаграм, а ну давайте покажите свои Инстаграмы. Я беру своим студентам, покажите, там, вот открываю Инстаграм, там, Джей Ло, допустим, да, что он написал, а давайте вместе переведем. Ютуб тоже мы берем, смотрим. Иногда скачиваю видео, если мне не надо кусочек обреза, если надо полностью видео, то я его полностью смотрю. И Ватсап и Телеграм, то есть в Украине больше все-таки Вайбер у нас как-то популярнее, но и Ватсап и Телеграм тоже есть. И когда у меня группа таких-то студентов, то я им говорю, так, хорошо, а теперь напишите мне в нашем общем чате ответ Ватсап, да, и вы видите, что ваш студент включен в работу, что он у вас есть, и, грубо говоря, и вы в теме, да, если так сказать. Все, в принципе, все, видите, мы даже успели. Очень хорошо. Записи я скину вам, да. Какие-то вопросы есть? Расскажите. Один маленький комментарий, если можно. Да, конечно, нужно. В Ютубе видео скачивается без специальных сайтов, если вот в этом на кошечке и адрес написать две буковки S английский. О, спасибо. Вот видите, а я не знала. Спасибо. Теперь я буду знать. Отлично. Вот видите, как бы полезности, делимся друг с другом полезностями. Это прекрасно. Спасибо. Ну, так быстрее просто, чем на сайт заходят. Да, хорошо всего, Евгения. Спасибо большое. Теперь я буду знать. Обязательно попробую. Я случайно попробовала, мне тоже кто-то рассказал. Ой. Ну, это вы знаете, надо вот все, что узнаем, сразу надо в практику, да, в действие, и оно тогда будет, вот, будет результат. Все? Какие-то есть еще вопросы? Спасибо большое, да, за проведенный эфир, очень познавательно. Уважаемые коллеги, пожалуйста, напишите отзыв, вы можете выплатить на WhatsApp, я дам ссылки на Instagram, на YouTube, можете туда прямые отзывы написать, да? Спасибо, очень приятно. Мне понравилось, да. Я считаю, что очень познавательно и очень насыщенно, и выражаю благодарность от всего коллектива. Все, спасибо, Айнура. Мне очень понравилось. Информативно, коротко и очень по делу. Классно. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо, что вы слушали, да, спасибо, что вы были со мной. Хорошо, все, тогда до новых встреч, я желаю вам удачи, ну, и чтобы все у вас было так, как вы хотите, обязательно будет. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова